Всем привет! В эфире МТВ афиша выходного дня и я, ее ведущий Алексей Ичевский. В ближайшие несколько минут я расскажу вам, как интересно провести эти выходные, куда сходить, на что посмотреть и чем заняться. Устраивайтесь поудобнее, мы начинаем! Начнем афишу с музея-заповедника Старая Сарепта. На этих выходных советую посетить экскурсию от Сталинграда до Берлина. Посетители узнают про автомобили, танки и пушки, которые использовала наша армия во время Великой Отечественной войны. Организаторы покажут форму советских воинов, поведают о работе полевой кухни в условиях боевых действий. Кульминационным моментом программы станет рассказ о жизни и подвигах юных и взрослых сталинградцев, в честь которых названы улицы нашего города. Какие же выходные без музыки? Сарепта под звуки органа. Экскурсия по архитектурному комплексу, построенному колонистами-гернгунтерами. Церковная площадь 18 века, выставочные залы, старинное подземелье 18 века. Гости смогут посетить и старинную Сарептскую кирху. Их ожидает мини-органный концерт. Гости смогут насладиться живой музыкой, ведь Сарептский орган единственный в нижнем повузье с механическим звуком. Копейка рубль бережет. Знаете такую поговорку? А знаете ли вы, что совсем скоро день торговли? Именно к этой дате приурочена экскурсия от Краеведческого музея Царицын торговой. В процессе экскурсии гости узнают историю возникновения жигулевских складов, главной городской площади и кафедрального собора. Экскурсанты пройдутся по улочкам давно исчезнувшего преображенского фортштадта. Услышат рассказ о жизни купцов, богачей второй половины 19-го начала 20-х веков. Как они зарабатывали миллионы, конфликтовали между собой, переживали личные трагедии и творили добрые дела на благо царицына. Икона в Древней Руси играла значительную роль. Она сопровождала человека в течение всей жизни. Иконой благословляли родители, вступающих в брак. Брали с собой, идя на битву, отправляясь в странствие. Узнать чуть больше про иконопись вы сможете в музее имени Машкова на этих выходных. Явление святых и ангелов. Выставка русская икона 19-го века. Объединяет 20 икон и собрания музея, созданных в 19-м веке в Российской империи. К ним относятся как произведения, выполненные в русле официального церковного искусства, так и относящиеся к старообрядческой традиции. А интересно ли вам, как менялось отношение человечества к нам самим, к нашей планете, солнечной системе и, самое главное, к возможности жизни на других планетах? Интересно? Тогда все в планетарий. Раньше человечество думало, что мы это и есть центр вселенной. Но достижения науки, развитие оптической техники позволило понять, что таких звезд, как наше Солнце, миллиарды в нашей галактике, носящие название Млечный Путь. А таких галактик, как наше, тоже миллиарды и конца им не видно. Теперь, поняв, что планет, похожих на нашу, где могут существовать знакомые нам формы жизни бесконечное количество, мы уже не задаемся вопросами, есть ли жизнь на других планетах. Мы знаем, что она есть. Интересно другое, как ее найти? Оценить выступления творческих коллективов, воспитанников муниципального учреждения паритета, а также понаблюдать за настоящим средневековым сражением сможет любой желающий в эти выходные. На летней сцене у фонтана искусства выйдут творческие коллективы. Консонанс, особый стиль, топ-дэнс, синтез, астродэнс. На этом мероприятии зрителям также продемонстрируют эпизоды средневекового боя. Друг с другом схлестнутся рыцари, одетые в кольчуги и шлемы. Ну а завершением вечера станет выступление музыкантов студии Hitmaker, которые исполнят поп и рок-хиты. Шуточный спектакль студии Дарьи Федоровой, наполненный вокальными номерами и антрепризами «Летнее чудо перед Рождеством» или «Зимний сон в летнюю ночь» будет представлено публике уже в это воскресенье. Репетиции идут полным ходом. Спектакль «Шутка» или «Скетч» вынесут на суд публике 24 июля ровно в 18.00 на большой, а именно зеленой сцене в Комсомольском саду. Актерам, кстати, самим интересно, что получится в итоге. Ну а если вы решите остаться дома, то наша команда обеспечит каждого из вас интересным контентом. Заходите почаще на наш информационный портал mtv.online, на нем всегда есть что-то новое и интересное. На этих выходных рекомендуем посмотреть программу «Волгоград театральный». В новом выпуске Инна Емельянова подведет итоги сезона, расскажет о том, как завершил свой 90-й театральный год коллектив Волгоградского музыкального театра, а также какой спектакль оказался финальным перед летними каникулами в молодежке. На этом у меня все. Желаю вам хороших выходных и помните, вокруг вас всегда происходит что-то интересное. На это просто нужно обратить внимание. Не забывайте подписываться на наши социальные сети, ставьте лайки. Ну и до новых встреч на МТВ. Пока-пока и не переключайтесь.